Якутия стабильно занимает лидирующие позиции по количеству построенного жилья в стране по программе переселения из аварийного жилфонда. Однако совсем недавно республика возглавила и другой рейтинг по количеству аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года. Такую информацию публикуют на своем сайте Минстроя России. По состоянию на 1 марта в список вошли уже порядка 3,5 тысяч домов, а это больше 53 тысяч граждан и более миллиона квадратных метров жилья. Для того, чтобы ликвидировать весь этот объем, республике необходимо 70 миллиардов рублей. Насколько реально избавить Якутию полностью от всего аварийного жилфонда, узнаем сегодня в выпуске. В эфире «Квадратный метр». Смотрите сегодня. За бортом программы жители аварийных домов, вошедших в реестр после 1 января 2012 года, бьют тревогу. В домах с каждым годом становится все тяжелее жить, а конкретных ответов о переселении пока нет. Только в Олегминске на продолжение программы после 1 сентября надеются жители больше ста домов. Продолжит ли переселять людей в новые дома и готова ли Якутия к завершению программы? Об этом поговорим с начальником отдела по реализации программ переселения из Верхово и аварийного жилья Минстроя Республики Михаилом Костенко. Весна, пора строить. С потеплением в республике начинается активное строительство. Какие задачи ставит министерство перед строителями? Узнаем в комментарии главы ведомства Веры Кузаковой. Валентине с детьми и мужем два года назад пришлось оставить свое собственное жилье, а переехать на съемную квартиру. Ведь в старом доме жить было уже невозможно. Сегодня помимо других расходов за коммуналку, свет, воду и садик, молодой семье приходится каждый месяц выплачивать по 10 тысяч за аренду. У нас папа только один работает. Я, получается, дома сижу. В садик не попали, да? В садик не попали. Зайдя в старый дом, понимаешь, без вариантов. Поведенные стены, вздувшиеся полы, под которыми хрустит лед, а самое главное – холод. Из-за таких условий большинство жильцов разъехались из дома. Тут все вот разошлось. Здесь расщелина появилась очень большая. Дом, получается, весь ходит. Вот все. Отваривается. И лучше картина в другом доме из 12 квартир. Здесь живут всего в трех-четырех. В одной из них в нечеловеческих условиях приходится жить 90-летней бабушке Валентине Никитичне. Признается, устала. Целый день ей приходится топить печь, чтобы хоть как-нибудь поддержать тепло в полуразрушенной квартирке. Все не расскажешь. Господи, какие условия? Что это за условия? Очень уповелило. А на что похоже все? И таких аварийных домов в разной степени износа в Валентинске больше ста. Справедливости ради отметим. До 1 января 2012 года в программу вошли 60 зданий. Почти все жильцы получили ключи от новых квартир. Однако те, кто остались за пределами реестра, надеются, что программу по переселению все-таки продолжат после 1 сентября 2017 года. Какова на сегодня обстановка с реализацией программы в республике? На сегодня все мы знаем, что реализация программы должна быть закончена 1 сентября этого года. На сегодня реализовано более 60% общего объема от программы. Значит, конечно, мы понимаем, что сроки программы сжатые. И в основном программа у нас реализуется за счет строительства нового жилья. Учитывая наши климатические особенности и короткий строительный период, реализация к 1 сентября будет очень напряженной. Тем не менее, такие задачи ставятся перед муниципальными образованиями и такие задачи ставятся перед подрядными организациями, участвующими в программе. В республике есть такие районы, которые полностью еще не сдали этап 2014 года и у которых есть отставание больше, чем на 3 месяца. Какая работа ведется с ними? Такие районы, конечно же, есть. Здесь можно сказать, что в каждом конкретном случае есть разные отставания. Иногда отставания идут по одному этапу, иногда отставания идут по другому этапу, а по какому-то хорошо. Но серьезные отставания у нас действительно намечаются в Нерюнгринском районе. В частности, в городе Нерюнгре два дома застройщик не построил на сегодня. Там идет реализация на вторичном рынке. У нас есть серьезные отставания в Серебряном Бару. У нас есть отставания в Сангарах. У нас очень серьезные отставания в поселке Чернышевский. И у нас один дом в Верхней Вилюйске тоже застройщик не построил. Сейчас муниципальное образование проводит выбор нового застройщика. Это вот такие наиболее характерные проблемы, когда застройщики не могут, не в состоянии завершить свои объекты. Из-за чего чаще всего происходит отставание? Ситуации бывают разные. Есть ситуации финансового кризиса у застройщиков, есть ситуации откровенного неисполнения программы. Поэтому нами такие ситуации отслеживаются. Мы тщательно контролируем в еженедельном режиме, что происходит на объектах. Мы, как Министерство строительства, применяем штрафные санкции к муниципальным образованиям. На сегодня у нас два муниципальных образования, это Олег, Минск и Усьмай, оштрафованы. Пока, значит, на относительно небольшие суммы, по 500 тысяч рублей. Но те штрафы, которые прописаны в наших соглашениях, значит, они имеют место быть. Это одно направление в работе с муниципальными образованиями. Другое направление, это есть у нас уже эпизоды, где возбуждены уголовные дела, и где передано в Следственный комитет. Есть ли нарекания по качеству строительства? Если есть, то какие меры предпринимаются вот в этом плане? По качеству строительства нарекания у нас имеются. Есть обращение граждан на качество. Значит, при Министрое создана комиссия по качеству строительства, куда входят, значит, представители нескольких смежных структур. Это и стройнадзора, это и жилищного надзора, это, значит, представители общественности, представители других организаций. В случае, если обращение серьезное, комиссия выезжает, рассматривает это на месте. Если обращение касается несерьезных замечаний, несущественных замечаний, будем говорить так, то устраняются дистанционно с помощью, значит, муниципальных образований. Ведь у нас все застройщики по контрактам имеют гарантийный срок по эксплуатации домов на 5 лет. И вот по гарантийным обязательствам застройщики выходят и устраняют эти замечания. В связи с завершением программы тревогу бьют в Валекминском районе. Там после 2012 года в реестр уже пополнили больше 100 аварийных домов. Есть ли повод для беспокойства и будет ли какой-то положительный прогноз на ближайшее будущее? – Повод для беспокойства, он, естественно, есть, потому что аварийное жилье, оно не может стоять вечно. Оно уже признано аварийным. Поэтому мы сейчас ожидаем, еще раз повторяюсь, принятия программы. И отсюда уже будет ясно, в какие сроки и как будет происходить ликвидация и снос этого аварийного жилищного фонда. – Якутия вошла в число лидеров по количеству аварийного жилья, который был внесен в реестр после 2012 года. Что будет, если федеральная программа не продолжится? Будет ли Якутия продолжать расселение? – О том, что новая федеральная программа по расселению аварийного жилья была заявлена на всех уровнях, вплоть до президента Российской Федерации. Поэтому мы рассматриваем, что она будет продолжена. На сегодня, значит, формируется и идет завершение уже, скажем так, формирование реестра аварийного жилья, признанного после 1 января 2012 года. На сегодня в республике, наверное, больше, чем в других регионах признано. Мы уже перевалили за миллион. Миллион 70 тысяч на сегодня признано аварийным в республике. Этот реестр сформирован, он направлен в Москву. Значит, и мы ожидаем принятия программы. Недавно было заседание Совета Федерации, посвященное этой программе. И там обсуждаются сейчас механизмы и подходы к новой программе. Столица республики выходит на финишную черту по реализации программы переселения людей из аварийного жилфонда. На сегодня, по информации Департамента жилищных отношений, по этапу 2015 года осталось расселить чуть больше 100 квартир площадью 3000 квадратных метров. В ближайшие месяцы ожидают, что все жильцы получат свои ключи. Также город начал выполнение финального этапа 2016 года, который должны завершить до конца июня. В него входят 217 жилых помещений, а это порядка 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На эти цели уже выкупено 10 тысяч квадратов. Два объекта из этого списка, скажем так, да. Это объект на улице Лермонтово, застройщик ДСК, и объект на улице Якутская 2, дробь 17, высокой степени готовности. Объект по улице Газовиков и улице Воинска. В принципе, там, ну, больших опасений нет, что они до конца июня не будут построены, сданы в эксплуатацию. То есть, считаю, что до сентября 2017 года мы не только получим жилые помещения от застройщиков, но и максимально переселим жителей аварийных домов. Тем временем, реестр аварийного жилья в Якутске пополнили еще 200 с лишним многоквартирных домов. Внесено 217 аварийных жилых домов. Ну, само собой, они разные площади, разной этажности, но примерно это составляет около 90 тысяч квадратных метров. Еще 37 домов находятся на стадии, скажем так, внесения документов. Просто там необходим довольно обширный пакет документов. В электронном виде как бы одна информация, но бумажные документы составляют довольно большой объем. В департаменте уверены, что это еще не конечный результат. Список будут пополнять новые адреса, ведь с каждым годом дома не становятся новее. Деревянный фонд в городе Якутске занимает довольно большой объем. Жители подают заявление, соответственно, если все документы в порядке, конечно, комиссия принимает решение. Ну, в порядке в том плане обследования, техническое заключение, органы пожарного надзора, Роспотребнадзора вынесло заключение. И есть основания признавать дом аварийным. Конечно, комиссия при выезде визуально все это осматривает и принимает решение. То есть я к тому, что этот список, скорее всего, пополнится еще некоторыми адресами. Мы отработали с муниципальным образованием, предусмотрели деньги в декабре месяце еще, для того, чтобы в отдаленных и труднодоступных сеселенных пунктах подрядчик мог бы завести строительные материалы и в марте, в апреле месяце приступить к строительству активно. Поэтому оживление строек будет конец марта, апреля, май. Сложный период. Мы ставим перед муниципальным образованием, чтобы 30 июня завершили основные строительно-монтажные работы и приступили к оформлению документов. В Якутии программа по переселению из аварийного жилья исполнена на 61%. Освоены больше 22,5 миллиардов рублей из выделенных 30 миллиардов. Если говорить о рейтинге между муниципальными образованиями, то среди успевающих можно выделить хангаласские и тампонские районы, а также татинские, чуропчинские и сунтарские наслеги. До 1 сентября поднажать придется следующим муниципалитетам, у которых строительство объектов ведется с задержкой на 3 месяца и более. Это поселок Чульман, Серебряный Бор, город Нерюнгри, город Ленск, поселок Батагай, Солнечный, а также Олегминск, Сангар и Вилюйский район и Горный Улуз. Вы смотрели «Квадратный метр». До свидания.